Привет всем, дорогие друзья, с вами Саша Шкудун и сегодня я в роли курьера Покуда, вот, доставляю красоту Одному из наших клиентов сделаю заказ на корзинке, там они вон размещены Кемпровская набережная, 19, квартиру вам не скажу Ух ты, смотри, ребята чинят светофоры Подъезжают плавно к светофору, что-то там починили и едут дальше В общем, сейчас еду, доставочку корзин сделаю, потом еду, у нас поломался блендер Оля без блендера не может, поэтому отвезу его в ремонт, где мы постоянно его ремонтируем Я уже рассказывал об этом в статье, где ремонтировать технику Браун Мы когда-то очень давно купили сначала один блендер, он нам понравился, потом другой блендер И после этого мы очень зауважали Браун, да и вообще мы знали, что это крутая фирма Это не реклама, это просто мы этим пользуемся И просто от души могу рекомендовать ее всем, кто хочет пользоваться качественной техникой Не буду рассказывать, что она из Германии Скорее всего она собирается в Китае, но просто да, по технологии, конечно, по лицензии может быть немецкая А еще заеду потом в Антошку, потому что жена там заказала памперсы и игрушки Возьму это все дело на борт Вот так вот проходит денечек мой выходной Один из... Вот сегодня, к сожалению, не смогли никто поехать на доставку Поэтому приходится мне машина под рукой Раз и уже там Тем более ехать не так далеко, мост Патона переехал Плюс по набережной чуть проехался И мы уцелили Там понастроили всякого Кстати, мы там были не так давно в ЖК-7 Кто не видел этот выпуск, посмотрите Сделали небольшой такой обзорчик этого жилого комплекса Достаточно интересный, перспективный Он находится на метро с огорки, 2 минуты до метро Но, что интересно, там квартир почти нет, только по переуступке Единственное, там в последнем доме, который будет сдаваться в 2021 году Там еще остались парочку квартир Так, все куплено И уже ребята перепродают с очень большим наваром Ну и я рад за людей, которые вот такой бизнесок организовали Заходят в центры ЖК, которые строятся на уровне, скажем так, фундамента Да, не боятся рискнуть Некоторые даже это все в кредит делают И потом абсолютно спокойно перепродают И чуть ли не в два раза получают кэши И вступают в новые стройки, потом в новые И так бесконечно Киев сейчас безумно застраивается И есть куда инвестировать Вот этот дом, Днепровская набережная 19 Здесь, кстати, новус по соседству Ривермолл сразу Плюс, вот смотрите, строится тоже два домика Конечно, кирпичик так себе кладут Но все равно будут два дома Но смотрите, опять же, окна в окна Хотя поставили его чуть-чуть в стороне Но все равно так близко на два дома друг к другу Конечно, все хотят на маленьких клаптиках Поставить как можно больше зданий А сокарки рядом А, еще и заправка Не, ну это уж слишком близко Смотрите, я уверен, тут еще одна секция будет Близко к заправке Это небезопасно Вот здесь эльмалина Вот то, что здесь новус есть Конечно, круто Так, будем искать наш подъезд И реально люди парковку новуса Используют как парковка автомобилей на ночь Потому что, смотрите, тут вообще некуда машину поставить Два ряда стоят И какой-то муравейник Машины, машины Ни о каких подземных паркингах тут речь не идет Но и застройка тоже плотненькая Да, они получат нашу скидочную карточку нашего магазина Стиль вкуса За вот такой вот чудесный заказик Если больше тысячи гривен, мы даем скидочную карту Заказывайте Ссылочка на сайт в описании Да, конечно, тут такой лифт Любит думать Я зашел, нажал на кнопку вызова Он подумал где-то секунд 4 И только потом плавно начал двигаться Естественно, он очень медленно едет Ладно, бывает Доска объявлений Без объявлений Лифт это нечто Он и вниз, когда спускается, знаете На первый этаж, когда спустился Еще секунд 5 проходит Только потом медленно открывается Там, где я только что был в квартире Это просто вау Это роскошь Это двухэтажная там гликтовая лестница наверх В стиле шебешик Это мрамор Открыла мне, я так понимаю Домработница Такая сексапильненькая В сексапильненьком наряде Шучу, конечно Но домработница действительно открыла дверь Но хозяйка не была ее в поле видимости Когда я даже сказал Есть ли у вас там столько-то денег Она говорит Да, сейчас только надо будет дать сдачу Есть у вас сдача Хозяйка так слышу Потом выглянула Говорит, а сдачу не надо Вы и так оперативно все Доставили Спасибо вам большое 40 рублей Но тем не менее Мелочи приятные Красиво жить не запретишь Там квартирка Чтобы туда попасть Нужно было пройти в две Такие комнатушки То есть сначала Одна дверь открывается Заходишь в холл Потом вторая дверь открывается И только потом третья дверь Уже в саму квартиру Ну молодцы ребята Зарабатывают И живут Хорошо живут Машину вообще помыть надо Поэтому можно помыться Потом Поехать в Антошку за заказом И блендер отвезти Совсем забыл Там еще стояла пианино Белый красивый рояль Запомнилось Такая квартирка Запоминается Простор Все стильно, богато И уютно Нашел я автомойку Она находится на Глубоческой Возле сервисного центра Куда я отнесу блендер Поэтому я Я мог конечно тут заехать На самообслуживающую Мойку Мойку самообслуживания В районе Эпицентра На Позняках Я там уже был Даже влог оттуда был Но Там очень всегда людно И там нужно ждать Очередь В очереди Где-то минут 20 Бьется подождать За это время я доеду На Глубоческую Вот По мою машину там И заодно сдам блендер Так что я Так здраво рассудил Что я Лучше эти 20 минут Потрачу в другую сторону И будет оно ближе К пункту моего назначения Да, так посмотришь На все эти квартиры Дома Строящиеся Люди Есть деньги Есть деньги Молодцы Зарабатывают люди Экономика Немножко на подъеме Сейчас За счет Опять-таки Инвестиций иностранных Которые вложились В наши облигации Внутреннего государственного займа Спекулятивная Да, финансовая пирамида Как ее все окрестили Тем не менее Это хороший способ Привлечь для государства Деньги И у людей И у тех Кто украл эти деньги Потому что Тоже говорят Что тех Кто выводили капитал Да, они вкладываются Непосредственно Снова в Украину Уже через Облигации Что касается Низкого курса доллара Думаю Вы заметили Он падает Уже С 27 Упал до 23 40 Да Курс сейчас И продолжает снижение Тоже это все Спекулятивно Это все Искусственно Сделано И По прогнозам Многих Доллар снова Будет укрепляться Где-то В феврале В марте Может еще и раньше Посмотрим Тем интереснее Вообще Штука жизни Конечно Кто хранит Свои сбережения В долларах На ровном месте Потеряли Очень много Сейчас Если это На долгосрочную Перспективу Может это и имеет Смысл Потом все равно Поднимется Или если Поехать за границу И там что-то Покупать за доллар И там Курс более-менее Стабильен Что в Америке Что в Европе Нет таких Больших Скачков Ну что ты Что ты будешь делать Бывает Конечно Но уже он Третий раз Так дергается И никак не может Тронуться Не знаю почему Давай Давай Я в тебе верю Не будем мы ему Пикать Сигналить Всякое бывает За рулем Может быть Неопытный водитель И На самом деле Прощается Потому что Все мы Учились на автомобиле Вот не нужно На таких людей Там Сигналить Что-то Пытаться Ускорить Дать ускорение Материть Таких людей Зачем Скажите Зачем Вот Перенеситесь На место Этого человека Что вы Думаете Когда вы Там Да У вас Не получается Да Машина Тронуться У вас На ней Не получается Завести Не получается А вам Получается Зади Сигналят Это Шок Стресс Вам Добавляют То есть Это Совсем Не позитив Когда вы Пытаетесь Что-то Сделать Вам Понимающими Людьми Даже Выйти Там Помочь Давайте Я так Помню Девчонки Одной Помогу На новой Почте Я приехал За посылками Она Бедная Не может Припарковаться Стоит Туда Назад Вперед Назад Вперед Стоит На дороге И Такая Уставшая За рулем Сидит Я говорю Слушайте Давайте Помогу Сяду За руль Припаркуюсь Там Было Место Здорово Да Если Можно Я Сел Она Села Рядом Припарковался Она Как Классно Когда Тебя Везут Я Устала На Мы И Расстались Обращайте Внимание На Такие Вещи Что Люди Если Они Нуждаются В помощи Вы Можете Помочь Вас Это Абсолютно Ничего Не Стоит Делайте Это Жена Пишет Может На Обратном Пути Заедешь Возьмешь Кофе И Макарон Может Будет Говорим Может И Капец У нас В магазине Мелочи Мало Попросила Жена Разменяй Мне Мелочи Побольше Ну Да Преддверие Все Новый Год Всем Нужны Подарки Посуда Декор Всем Нужны Все Грибут И Все Те Которые Карточка Рассчитывается Ну Большинство У всех Грибут Купюры И Где Раздобыть Мелочи Это Не Так Все Просто Можно Мы Знаете Хитрили Я думаю Многие Так Хитрили Покупали Там Какую-то Жвачку Заходили Тебе Потом Разменивали Деньги И Давали Мелочи Или Какую-то Фентифлюшечку В Ацинсе Там Другие Космо Там В ларьках Газетных В общем Было Дело Собственно Все Занято Три Мойки Все Три Заняты Ничего Подожду Тут Такая Комнатка Можно Посидеть Подождать Покуда Твою Машинку Вымыр Выпить Кофе Посмотреть Телек Ну Вот так Вот Это Все Выглядит Честно Я думал Будет Больше 130 Гривен Обычная Мойка Я Реально Думал Гривен 250 Это 200 Ну Что значит Мойка Не в центре Да Лайфхак Можно Поехать На окраину Сделать Все Дешевле Чем Центре Ну Некоторые Тоже Чиницы Ездят Чернигов Житомир И так Дарья Потому Что Тоже Дешевле Уход Чем Киев Ну Что Помыли Классно Ничего Не могу Сказать Молодцы Обожаю На мытых Машинах Ездить Потому Что Чувствуется Как Свежесть Такая Что Знаю Ездишь Ну Даже Себя Чище Чувствуешь Что Ль Хорошо Помыть Смотрите И тут Застройка Подил Плаза Резиденс И еще Строется Куча Всего Но Здесь На Губоческом Не особо Конечно Нравится Тут До всего Далеко До любого Метро Лукьяновка Впереди Но До нее Попробуй Доеть А Контрактовая Позади До нее Тоже Попробуй Доберись Так Что Не самое Удачное Расположение Сервисный центр Искать Очень легко Он находится Вон Кроссфитбанда Эльдорадо Флагман Один из наших Любимых Ресторанов И магазинов Морепродуктов И вот Напротив Сервисный центр Он Браун Даже Большими Буквами Написано Но они Чинят Абсолютно Все Четвертый Лотаж Ремонт Ипортной Плодовой Техники Четвертый Пик Нагилев Беларусь Лифт Не просто Сервисный центр Короче Такая фигня Сказали Что ничем Не смогут Помочь Щетки Посыпались Типа Ноторчик Не крутит Нужно Покупать Вот Какую Штуку Новую И слава Богу Тут есть Магазин Соответствующий Где Можно Это все Купить Рядом По соседству Находится Да В общем 1265 Гривен И у нас Новый Блок Комперс И Кофта Вот Так Культик Дождик Начал Моросить Возьму Жене Макарон Если есть И кофе Ну вот Закрыто Тут Кстати Кофеиз Расширилась Такая стала Большая О Привет Я за кофе Можно А макароны Есть Какие-то Да И все Классно Картинки Повесь Тут Не помешал бы Диванчик Такой Да Это же Мило Очень Такая Красота Мой Альпийский Лук И Маленькие Латы Для Моей Девочки Вы Ребят Вы Не поверите Там Где Я Мыл Машину Рядом Была Заправка Око И На Око Продавались Вот Эти Слоечки С кленовым Сиропом Которые Я Всегда Бирал На Воге Они Только На Воге Продавались Ну А теперь На Око Есть Я Вот Взял Под Кофе И Под Чаек По Одному Нам Женой Такому Пирожку Слойки С кленовым Сиропом Будем Топтать Посмотрим Насколько Вкусно Чем Отличается От Слойки На Воге Вам Расскажем Ну А как Еще Я Понесу Это Покетик Почтики Все Хорошо На На Око Тоже Есть Такие Сточки А где Дешевле На Воге По-моему Дешевле Он Разлился Чаем Машину Запачкал Чай Это Я Чай Себе Взял Он Разлился В какой-то Веке Решил Попробовать Чай Что Ты Там Наторговалась Сегодня Много Сколько Всем Расскажи Нормально Потихоньку Потихоньку Помаленьку В общем Ребята Если Вы Еще Не Видели Этой Красоты Переходите По ссылочке В Описании Это Да Плюс Жена Отдельно Записывала Видео 10 Бюджетных Подарков На Новый Год Можете Посмотреть И Зайти Купить Кстати Помните Коробочка Те Красивые В горошек Жене Очень Нравится Это Не Те Которые Которые Я получила Это Мы Купили Специально Да Это Жена Решила Ей Так Все Понравилось Что Мы Вместе Посидели Подумали Учитывая То Что У нас Грибут Эти Пакеты Очень Сильно И Коробки Покупают Раскупают Мы Решили Что Все Так Их Закажем И Будем Предлагать Такие Услуги Еще Упаковка Запаковка И Коробочки Тоже Предлагают И Люди Их Покупают Им Нравится Они Очень Любят Эти Коробочки Если Меня Попросят Сделать Бантики Они Сделают Кстати Да Терса Купили Терсу И Бантик Еще Оля Золотую Ленточку Помните Кто не Помнит Этот Влог Как Жена Получала В Подарок Айфон 11 Про Я Точно На такие Коробочках Придумал Очень Оригинальную Штуку В общем Если Вы Не Видели Видео Как Жена Получала Айфон 11 Про Вот Так Посмотрите Передите Кисочки В описании Очень душевненькое Такое Видео Классное Было А мы Сейчас Будем Пить Чай Пить Кофе И Есть Те Вкусняшки Хотя Я Не Хочу Есть Но Может Одну Оставлю На Потом Ажина С Как Вот Вот Она Сухая Она Стоит 29 Гривен На Воге Она 24 Или Тоже 29 Я Вот Этот Момент Не Помню Не Тот Вариант Значит Только Будем На Воге Брать Я Просто Увидел Я Машину Помыл Там Увидел Ряда Мокко Зашел Вот Такая Штука Красотулечка Взял На Пробу Оказалось Буду Я Пить Чай А Еще Нам Прислали Пса Смотрите Ну Офигенен Просто Классный Вот Такой Классно Можно В любую Сторону Только Справа Влево Не Двигается Можно Это Наш Любимый Поставщик Решил Нам Ух ты Можно Короче Из этой Собаки Можно Делать Что Угодно Цена В нескольких Цветах 850 Гривен Не Таки Дорого Вообще Классно Придум Молодец Обалденно Если Б Была Куда Поставить Песик Маленький Так что Заказывайте Ребята Жалко Некот Собаки